В 5.30 утра в мечети Нур-Ихлас начался праздничный намаз. Всё расписано буквально полминута. Мусульман было настолько много, что не все смогли попасть внутрь, поэтому некоторые верующие расстелили коврики перед мечетью. Курбан-Байран мусульмане будут отмечать в кругу самых близких и родных. Я пойду к жене, мы вместе с семьей поедем в Нижнекамск, у нас там есть небольшие дела. После этого мы поедем в деревню к родителям. Дома, с семьей будем праздновать, отдыхать, радоваться. Когда мы вместе, мы сильны и безусловно в это непростое время наше единство для нашей многонациональной страны крайне необходимо. После праздничного намаза – обряд жертвоприношения. Он прошёл на специально оборудованной площадке посёлка Сидоровка. В Челны привезли 1200 овец и баранов из Актанышского, Тукаевского, Заинского и других районов. Средний вес животного – 45 килограммов. Два месяца мы это кормили отдельно. Всех отдельные кормы. В этом году цена по килограмм живой вес – 300 рублей. Приехали по утрам. Пораньше думали, когда меньше народа будет. Оказывается, тут как сам Антой. Вот сегодня работает ветеринарный сурбодан. Три человека. Это в основном они смотрят качество мяса, качество продукции, продуктов. На площадке работали 30 забойщиков. Они с белыми повязками. Все они мусульмане и прошли специальное обучение. У нас уже эти ребята работают не первый год. Один резчик у нас в среднем 30. А есть человек, который вот в прошлом году сделал 50 баранов за день. Мясо принято делить на три части. Так, первую отдают нуждающимся, вторая предназначена для родных и соседей, ну а третью часть оставляют себе.